Каждый год мы говорим о целях последующего года. И этот год для общин Орхамашиах, Бетель, двух общин, которые в сотрудничестве, не являются исключением. Для нас следующий год — это послание к евреям, 11 глава, 1 стих. Этот стих все знают, где говорится о надежде, где говорится о вере. Я хочу зачитать вам его. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Ожидание. Как долго, когда это придет, мы не знаем. Но мы уверены в том, что это придет. И мы говорим о том, что еще невидимое станет явным здесь на земле. И наши ожидания в нашей вере будут приводить к большим переменам. Все же, давайте мы откроем местописание, которое важно для нас. Это будет из... первое будет из царства. И мое послание сегодня будет звучать так. Алтарь — не опция. Алтарь или жертвенник не является опцией. Мы привыкли к такое слово «опция». Какой у меня выбор? Что у меня есть выбрать? И алтарь не является этой опцией. Я же говорил, что я был на форуме. И для меня было очень приятно видеть людей, которые были в общении из разных динаминаций, разных конфессий. Где нас не объединяла просто какая-то вера в Бога, а нас объединяла желание видеть мир измененным. Знаете, возможность в первую очередь я увидел очень большую. Я в первый раз, наверное, заметил за мое общение с многими верующими людьми возможность общения, снимая религиозные и фактически кофессиональные рамки. Я увидел, где за столом сидели небодушные люди, небезразличные, людям, которым не все равно, что мы оставим после себя. Я увидел молодое поколение, которое стремится изменить окружающий их мир. И для меня это было очень вдохновляюще. Поэтому, приехав почти в 12 часов ночи, только в 3 лег спать, я переживал о том, что меня касалось. И то, что мы, как объединенные идеи, верующие люди, приготовили в этом году, календарном году для Одессы, Одесской области, меня очень и очень сильно впечатляет. Бог чудно нас сотворил. Такими разными, с такими разными характерами, с таким своим «я», с удивительным призванием, которое у каждого из нас, внешностью, знаете, такой, своим чудным таким образом Бог нас сотворил. Мы все уникальны. Когда мы, знаете, теряем свою идентичность, мы теряем себя как личность. Кто мы? Если мы понимаем, что мы Богом чудно сотворены, а Библия говорит о том, что мы чудно сотворены, мы еще не были рождены, и как Он в совершенстве уже знал нас. Он дал нам имя еще от начала нашего сотворения. Он любит нас и таки, как мы есть. И знаете, мы теряем эту идентичность, если мы теряем нашу личность. Кто мы Боги? За нас умер Мессия. И мы должны понимать, что эта смерть достойна того, чтобы мы были теми, кто мы есть, и любили его всем нашим сердцем. К чему я говорю? К тому слову, которое связано с нашим отношением к месту, куда мы ходим. В действительности, в этом зале нас с одной стороны объединяют вот эти стены, которые по правую, по левую сторону. В этом зале нас объединяет вот эта замкнутая территория, к которой мы собираемся. Но с другой стороны, если посмотреть, нас объединяет идея вечности. Каждый из нас стремится в вечность. Вы скажете, Боже мой, мы еще не собираемся умирать. Мы собираться не нужно, не нужно собираться. Для этого есть у нас куяльник. Кто ходит на куяльник, тот уже приготавливается. Но сама суть в том, чтобы быть готовыми. Нас объединяет вечность. Человек находится в своей скорлупе, в своем теле на время этого проживания здесь на земле. И каждый из нас подсознательно, смотря на родителей, либо соседей, которые уходят в вечность, с которой мы еще не были, мы готовы быть вот здесь вместе с идеей, что есть та вечность, которая называется мраком. Вечность, в которой есть свет и милость и благость. И Писание говорит о том, что там утрется всякая слеза, всякая скорбь будет удалена, всякая боль, всякая болезнь на небо не попадает. Там будет утерта наше состояние боли здесь на земле. Это вечность. И это та вечность, которую нам предоставил Ешуа. Здесь мы собираемся, чтобы увидеть друг друга, чтобы услышать слово назидание. Также мы здесь, потому что кто-то за нас умер, чтобы предоставить нам эту вечность. Об этом я хочу говорить. Каждый из нас является живым камнем. Каждый из нас является человеком, который как камень. Кто-то, как Павел говорит, кто-то как строят из соломы, из камня и так далее. Но смотри, как строишь. Каждый из нас является живым камнем, Дух Божий, который внутри нас. Но вместе мы делаемся этим собором. Собором, или как мы называем, Экклесия, Кагила, или по-народному, просто по-народному мы называем церковь. Мы являемся собором, созданным из разных камней. В этом как бы уникальность, что мы живые. В одно время история Израиля, народа Авраама, он решил быть как другие народы. Хотя, будучи отделенным, и Бог говорит, ты мой народ. Он обращается к Аврааму, говорит, выйди из ура Халдейского, я произведу от тебя количество людей. Вот выйди из Халдейского ура, города, который был языческий. Я тебя благословлю. Авраам поверил. Ну, пришло время, когда Израиль, выйдя из Египта, из дома рабства, пришли в свою землю, образовываются как государство. Они захотели стать так, как другие народы. Хотя были отделены. У нас есть молитва. Благословен Бог наш, царь святой, который отделил нас от всех народов. И слава Богу, что в Ешуа, Мессии мы тоже отделены от того мира, который погибает. Главное, нужно понять, кто мы. И вот здесь, накануне такого грандиозного события, когда Израиль захотел выбрать себе царя, как у всех народов, он себя сравнил со всеми другими. Другими словами, когда мы, будучи спасенными, мы избавлены от нашего эго, иго, или же греха, как можно сказать, мы освобождены, имея Бога царем, каким-то образом на пути нашего следования к вечности, мы начинаем думать, чтобы было так, как у других. Мы хотим себя приравнять к другим людям. И вот эту ошибку, которую Израиль делает, мы повторяем в своей жизни. Израиль говорит, мы хотим быть, как все остальные люди, как все остальные народы. Мы хотим, чтобы у нас был царь, по нашему желанию, по-человечески. Вы скажете, разве Бог не был готов? Конечно, был готов. В левитах мы читаем, каким должен быть царем. Но в данный момент это не было избранием Бога для Израиля. Это было желание Израиля иметь то же самое, как у всех. И вы знаете, Бог вышел нам навстречу. Если мы посмотрим свою жизнь, Бог выходит и нам навстречу. Мы хотим, как у нашего соседа. Мы работаем, пажем, получили денег, купили телевизор, как у своего соседа. А Бог вышел навстречу. Знаете, почему? Были большие скидки. О чем? Мы иногда хотим то, что у наших соседей. Хотя должны понимать, что мы совсем другие. Я не говорю, чтобы мы жили нищенски, чтобы мы постоянно были в нужде. Но я хочу, чтобы мы не сравнивали себя в положении с другими народами. Быть похожи, как все остальные в этом мире. У нас есть возможность брать от этого мира все самое лучшее. Мы должны быть тоже те, которые зарабатываем, устрояем наш мир, заботимся о наших семьях, ездили на отдых. Все то, что мы можем иметь, как люди, мы должны иметь, но не сравнивать и не просить быть такими, как все остальные. После избрания Саула, мы замечаем, и мы знаем его историю, мы замечаем, что проходит время, и он ставит свой первый алтарь, место для жертвенника, приношения своих жертв. Смотрите, хочу еще читать это местописание. Почему важно это? 1 Царь, 14 глава, 35 стих. И устроил Саул, жертвенник Господу, то был первый жертвенник, поставленный им Господу. И суть в чем? Я когда думал об этом, я не понимал, в чем сам смысл. Вот для меня, я понимаю, что это важно. Но почему, как бы так, мне касалось это. И я понял, что суть этого отрывка заключалась в том, что после времени, после того, как он был помазан, когда он зашел на царство, прошло долгое время, и после долгого времени он строит свой первый жертвенник. Возможно, вы уже давно верующий человек. Возможно, вы давно активны в вашем служении. Но еще никогда не строили свой алтарь, свое посвящение. В это возможно. Вы делали собрание, выходили на собрание, приносили свои даяния, десятины, религиозно посвящали все праздники Господние. Возможно, вы стали частью домашней группы, как и Саул, который был частью израильского избранного народа, устраивал праздники, потому что не было у него другого выхода. Все праздновали, и он праздновал. Он также ходил на шаббат, на служение в шаббат, тоже слушал и приносил жертвы все сражения. Он делал все то, что было по закону, но еще не сделал собственного вклада в отношение с Богом. Важно это понять, то, что я хочу сегодня сказать. Саул руководил, Саул строил армию, Саул царствовал, но ему нужно было построить собственные отношения, построить то место, где он будет исполнять свои обеты, свои обещания, как каждый из нас. Похоже, что алтарь была посредственная цель Саула. Похоже, что алтарь была последним, о чем Саул вообще мечтал или думал. Он сначала делал то, что хотел, а потом вспоминал, что есть тот алтарь, который нужно построить. И то, что должно быть обязательным, становится не первоначальным. Саул сделал опцией или выбором то, что должно быть основательно и первоначальным. Алтарь – это не опция, это не выбор. Сегодня мы можем говорить об этом. Это наш с вами подход. Мы выбираем служить Богу, и этот выбор не может быть опцией. Когда алтарь становится опцией, тогда препятствие становится горой. Когда мы выбираем служение пред Богом. Когда я говорю об алтаре, я не говорю, не имею в виду, некое возвышенное место, как вот кафедра, покрытая талитом, или же некое такое мистическое место, которое сооружено для какого-то особенной молитвы. Когда я говорю об алтаре, я говорю о нашей молитве. Алтарь – наша молитва, чтение Писания, посвящение Божьему делу, наше пожертвование, наше служение. Молитва – каждого верующего не может быть опцией. Это взаимоотношение с Богом. Вы понимаете, о чем говорю? Алтарь, где мы приносим что-то, не жертву, а мы отношения ставим. Молитва – каждого из нас не может быть опцией молиться или не молиться. Чтение Библии не может быть нашей опцией, потому что это руководитель и путеводитель нас к Мессии. И Ишуа говорит, исследуйте Писание, исследуйте Тору, а она говорит обо мне. Это наш путеводитель к тому месту, которое мы называем Вечность. Помните, мы говорили, нас объединяет здесь не только четыре стены, а здесь нас еще объединяет цель Вечности. Наше даяние, десятины не может быть опцией, так как только через даяние мы чувствуем и переживаем Божье вовлечение в нашу жизнь. Потому что на это отвечает Священное Писание. Наше служение тоже не может быть опцией. Потому что у нас единственная есть проблема в голове. Служить значит что-то особенно важное делать. Но я вам скажу так, что дающий пророку, да, стакан воды получит что? Награду пророка. Служение, то, что мы делаем другому человеку либо больше, либо в малой мере, где мы на доброе дело, где мы делаем добро, мы видим, что Бог выходит нам встречать. Мы служим таким образом, как бы это ни было, большим или малым нашим служением. Можно молиться, а потом решать другие волнующие нас дела. Но невозможно делать что-то и думать, что мы, что Бог за нас позаботится. Понимаете, о чем я говорю? Можно молиться и нужно молиться и делать дела, но невозможно делать дела, потом думать, почему Бог не позаботился. Бог слышит молитву. Бог отвечает на молитву. Бог действует через молитву. Поэтому, мои друзья, молитва не опция или не молиться, это опция. Молитва не может быть опцией. невозможно для верности человека просто проигнорировать некоторые фундаментальные вещи для каждого из нас. Иеремия 33,3 говорит, воззови ко мне, я отвечу тебе, покажу тебе великое, недоступное, чего ты не знаешь. Воззови, даже помолись ко мне, я тебе отвечу. Нет молитвы? Нет ответа. Филимона 1,22 вместе приготовь для меня помещение, ибо надеюсь, что по молитвам вашим я буду дарован вам. Без молитвы нет ответа на нужду в исцелении. Да, можно сказать, может таблеток нахалтаться, может так, чтобы перебраться. Не нужно делать то, что, как бы, мы не понимаем. От Луки 18 глава 1 стих. И сказал также им притчу о том, что должно всегда молиться. Я почему-то так, когда ехал в Киеве, давно не ездил в метро, честно скажу. Я помню, когда в метро стоило 5 копеек, а сегодня 8 гривен. Я не знал, куда деньги туда ложить. Когда ехал вниз, я, понимаете, вижу людей, поднимающихся на эскалаторе вверх, и ни одного, вот я смотрю специально, ни одного счастливого лица. И у меня мысль такая, конечно же, какое может быть счастье, если с подземелья выезжают. Да? Ни одного счастливого лица. Здесь очень интересный момент, когда Писание говорит, и сказал им притчу о том, что должно всегда молиться и не унывать. Бог говорит, молитва, это то, это не выбор, это не опция для твоей жизни. Мы говорим, десятина не опция. Малахия 3, 10, вы все знаете это Место Писания. Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища, хотя бы в этом испытайте меня. Десятина, это не опция. Хотите знать Бога, хотите видеть Его милость и благость, хотите испытать Бога, Бог говорит здесь, хотя бы в этом испытайте. А знаете, почему хотя бы в этом? Потому что самое больное, что нужно делать, когда мы отдаем что-то. Мы готовы помолиться, нам это ничего не стоит. Правда? Нет? Мы готовы прийти на собрание, это тоже нам ничего не стоит. Но как только начинается о десятинах, даяниях и так далее, ой-вей, Бог говорит, ой-да. Мы говорим ой-вей, он говорит, о-о-о, да-да-да-да, вот тут-то вы испытайте и меня. И дальше он говорит, что? Не открою ли я для вас отверстие небесное, и не залью ли на вас богословение до избытка? Кому когда-то было мало? Я пока еще нигде не встречал, которые говорят, хватит, мне денег больше не надо. Вы встречали таких людей? Нет? Всегда денег будет не хватать. Сколько бы ты не зарабатывал? Но у людей есть одна большая вавка в голове. Когда я начну зарабатывать, тогда я буду давать, а Бог говорит, ну, как-то неинтересно. Неинтересно тебе помогать тогда. Абсолютно неинтересно. Он говорит, ты хотя бы испытай меня в десятинах, и не залью ли я на тебя больше? А так ты уже имеешь больше. Что мне нужно от тебя тогда? Не надейся на Бога. Служение Богу не опция, так как любое доброе дело, слава Богу, может считаться служением Ему. Второе Корифеном 3. Вы показываете собой, что вы письмо Мессии. Через служение ваше написано не чернилами, но духом Бога Живого, не на скрижалях каменных, но на плотяных скрижалях сердца. любое служение доброе во славу Бога, Бог говорит, оно не написано просто вот как буква закона, оно исходит из сердца. И поэтому я вам скажу один секрет. Хотите служить Богу? Делайте так, чтобы ваше сердце говорило вам правильно, доброе. Это же хорошо. Не служите Богу и не услуживайтесь перед Богом страха наказания либо что-то произойдет. Чур, чур, чтоб только не произошло. Будут делать что скажут, только чтоб со мной было все в порядке. Не нужно зарекаться. Здесь конкретно написано на сердце, потому что от избытка сердца говорят уста. И от избытка сердца мы делаем. Построенный нами алтар не может быть второстепенной идеей скорой помощи. Чаще всего мы вспоминаем о молитве, о каких-то там еще наших действиях, о служениях, когда начинается экстренная помощь, когда ЧП. У нас дома ЧП, на работе ЧП, в жизни ЧП, в стране ЧП, давай вызываем неотложку. И начинаем звонить всем нашим молитвенникам в инстаграмм, куда-нибудь посылать скорая помощь, давайте молиться, 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 молиться. И какой-то ну... Построенный нами алтарь не может быть второстепенной идеей скорой помощи. Поэтому я говорю, алтарь это не выбор, это не опция, это не скорая помощь, Это обязанность ежедневного прохождения нашей жизни. Есть обязанности. Друзья, я не знаю, как вам это объяснить, но есть та обязанность, которой мы следуем. Псалом 50, 21 стих говорит, «Тогда благоугодны будут тебе жертвы правды, возношение всесожжения тогда возложат на алтарь твой тельцов». Я возложу на этот алтарь свое, то, что у меня самое дорогое. Самое дорогое – это наша жизнь. И мы не знаем, как она закончится. У кого сколько времени отделено от Бога, да? Дорогие, я, возможно, не весьма современен, возможно, не очень далек от прогресса. Не очень, там я в смысле, как во всех фейсбуках ходить без всякого. Но хочу сказать из опыта. Когда мы, или я, построил свой алтарь, который обязывает меня в моих отношениях с Богом, тогда и надежды становится на Него больше. Когда я привязываю к своим обязанностям себя, вот к этому алтарю перед Богом, который я построил, тогда и защиты, и безопасность, и надежды на Него становятся больше. Страха становится больше перед Богом. Гордость за веру, вы скажете, гордым Бог противится. В данном ситуации, говорю, гордость за то, что я верю, в кого я верю. Знаете, тогда становится больше уверенности. А мой Бог, а мой Всевышний, а мой Спаситель не допустит, не исполнится и не совершится. Да, мы хотим это говорить. Только тогда можно говорить, когда мы уже прилепились к этому алтарю, когда Он построил нами для отношения с Богом. И мы должны его построить. Когда мы говорим о Боге, тогда мы чувствуем, что Он с нами. Ты не можешь допустить, что о тебе говорили бы плохо. Только тогда, когда у тебя построен этот алтарь. Ты не можешь допустить свои мысли, чтобы обо мне плохо сказали люди. Подумка, какой же Он верующий. Но знаете, что происходит? Происходит следующее. Как только ты становишься тем опциональной опцией, ставишь алтарь свой, опцией, такой вот не совсем нужной части твоей жизни, скорой помощью для тебя, тогда приходят сомнения. У тебя нету... У тебя есть какие-то другие опции, кроме Божьего алтаря, твоего посвящения, кроме молитвы. Может быть, еще чья-то, что-то еще, записка какая-то там мертвыми, чем-то еще. Еще такие есть моменты, да, когда к Богу не приходят, вот молитвы. Тогда приходит сомнение, разочарование, падение, аморальность, а там уже недалеко мерзое запустение. Когда алтарь становится чем-то далеким, мерзостью, даже не хочется ни молиться, ни приходить, ни служить, ничего не хочется делать. Книга Сераха, 35 глава, 5 стих. «Приношение праведного утучняет алтарь». То есть делают его, молодежь любит говорить, жирный. Да, жирный. Или нет? Ну, когда видят какого-то молодого человека, который богатенький, говорят, ну, это такой жирный пацан. Между прочим, слово «пацан» не употребляйте, не нужно. В Священном Писании есть последовательность причин, то есть следственная связь. Когда ставят алтарь? Причина, почему человек поставил алтарь, и что на нем должно было происходить? Наши грехи привели Ишуа на крест. Это следственная связь. Наши грехи привели Ишуа на грех. Ой, вернее, на крест. Наши грехи. Он взял наши грехи на себя. Наши грехи привели к изгнанию из Эдемского сада. Наши поступки определяют наше отношение к будущему. Танах напоминает нам о важности алтаря, как следственная связь между нами и нашими поступками. Почему я говорю это? Потому что когда Господь, видя развращенный народ, и решил весь этот прекрасный им созданный мир, всех динозавриков, которые мы сегодня в мультиках видим, в кино, всю какую прекрасную тварь, которая у нас в красной книге описана, все то красивое, что мы еще не видели, не знаем, Он решил красиво нам не показать. Чтобы мы только об этом мечтали. И потопил все это своим прекрасным водяным миром. Он утопил первый мир. Вы знаете, восемь душ спаслись. И что они сделали? Это был первый момент, когда человек построил алтарь для Бога. Первый раз. После потопа. Услышите, может, картина какая-то, может быть, интересная. После наказания, заслуженного заказания, после грехопадения, да? После развращения, после... Бог, потопив мир, дает возможность человеку исправиться. И человек в благодарность за спасение свое строит этот жертвенник. Восьмая глава, 20-22 стих. Устроил мной жертвенник Господу. Взял из всякого скота чистого, из всех птиц чистых, и принес во всесожжение на жертвенники. И обонял Господь приятном богоухане. И сказал Господь Бог, не буду больше проклонать землю за человека, потому что помышление света человека, зло от юности его. И не буду больше поражать всего живущего, как я сделал. И впредь во все дни жизни земли, сение жатвы, холод и зной, лето и зима, день и ночь не прекратятся. Он говорит что-то. Построил он жертвенник. И Бог говорит, мне это нравится. Отношения с тобой, но и мне нравятся. Вы знаете, один единственный жертвенник, который был построен, который покрыл наше прошлое и будущее. Это жертвенник Голгофа. На тот жертвенник пошел Ишуа, как истинный, праведный, чистый агнец. Взял грехи всех нас. И когда мы приходим к нему, к Богу, к этому алтарю наших обещаний, что мы будем служить Ему вечно, или мы говорим чистой совестью, мы будем служить Ему, Господи. Спаси наши души. Это жертвенник. И Бог говорит, мне это нравится. Я хочу благословить Его. Но что-то происходит в нашей жизни, где суета этого мира, какие-то обстоятельства, толкает нас на выбор. Строит ли этот и ухаживает за жертвенником, чтобы он не стал старым и ветхим, неугодным. Что нам с этим алтарем делать? Мы у алтаря спаслись. Возле жертвенника мы пришли к Богу. И я вам хочу сказать, этот жертвенник нужно поддерживать. Это величайший пример нашего спасения. Премудрица Соломона 9,8 говорит, «Ты сказал, чтобы я построил храм на Святой горе Твоей, и алтарь в городе обитания Твоего, по подобию святой скини, которую Ты предуготовил от начала». Бог обращается сегодня к нам и говорит, «Ты обещал, Ты сказал построить мне алтарь». Друзья, сегодня Бог возвращает нас обратно к тому месту, которое называется алтарь, обещание. Мы действительно в суете, как Саул. Может быть, мы царствуем, мы в бизнесе, мы, может быть, участники служения, мы чувствуем, что мы что-то делаем, но нет нашего посвящения к тому алтарю, к тому первому месту взаимоотношений. Алтарь не может быть опцией. Алтарь не может быть опцией. Это обязательство, которое мы берем. Левит 6,13 говорит, «Огонь не перестану, пусть горит на жертвеннике, и не угасает». Это призвание. Мы все говорим, «О, левиты!» Вот эти левиты. «Сережа, сожги гитару, чтобы она вечно горела». Каждый раз нужно гитары покупать, чтобы был постоянный огонь хвалы и поклонения. И всех завидуют им. О, видишь, Паша, тоже хочет петь. И почему-то мы исключаем того, что каждый из нас является левитом, слугою. Мы царственное священное, священство, призваны Богом. Возвращать о чудных делах Божьих, мы являемся священниками, царями, предсевышним. И это обязанность наша не только построить алтарь взаимоотношений, друзья, а поддерживать его огнем наших даяний. Помните, я сказал, молитва не опция. Даяние или десятины не опция. Служение не опция. Это не опция, которую мы говорим, когда-то вот скорая помощь включится. Нам плохо. Что было? Когда я служил, было хорошо. Бежим в служение. Приходим туда, откуда мы ушли, а там дверь закрыта. И написано, занято. Мы опускаем свою голову. Нам так плохо. Мы начинаем искать, что нет этого места. Идем в другую общину, в третью, в четверть. Где же эта дверь открыта? Будет от нам служить на каждом месте, где вы можете. Верный в малом, Бог над великим поставит. Первое, что Бог хочет, это восстановление, или чтобы мы построили этот алтарь наших взаимоотношений. Не опция, а обязанность. Мы, каждый из нас, обязаны молиться. Наше отношение к обетам нашим должно стать нашим новым уровнем отношений. Давайте построим свой алтарь, как первоочередное отношение с Богом. Наша первоочередная обязанность. И тогда мы увидим, как Бог будет к нам благ. Алтарь из нашего посвящения в молитве, чтении, служении и даянии. Четыре вещи. Север, юг, запад и восток. Вы стоите в центре. И если эти четыре вещи в вашей жизни будут установлены, я вам скажу так, что Бог говорит, я обращу на вас внимание. Я благословлю, я открою. Сделайте это. Ты не уйдешь от меня, потому что когда алтарь, он чистый, когда он отстроенный, когда он поддерживает отношения, то есть огонь. Честно говоря, вот-вот-вот, я не вру, я не собираюсь вам врать. Бог обещает быть с вами. А вы скажете, а он всегда с нами. Конечно. Даже когда ты грешишь, он рядом с тобой, пытается подсказать десятая, десятая, ну, десятая заповедь. Шестая заповедь. Только мы числа не понимаем. Мы думаем, это шесть раз нужно сделать. Вы слышите меня, нет? И хочу, чтобы мы сегодня, когда будем подходить к нашему столу, стол приложения, не прикладывайтесь к нему, а рассуждайте. Есть большая разница. У нас сегодня хлебопреломление. И я верю, что, может быть, короткое послание, которое я сделал сегодня, поможет нам изменить наше мышление. Каждый год мы говорим о целях последующего года. И этот год для общины на Орхамашиах, Бетель, двух общин, которые в сотрудничестве не являются исключением. Для нас следующий год это послание к евреям. Одиннадцатая глава, первый стих. Этот стих все знают, где говорится о надежде, где говорится о вере. Я хочу зачитать вам его. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Ожидание. Как долго, когда это придет? Мы не знаем. Но мы уверены в том, что это придет. И мы говорим о том, что еще невидимое станет явным здесь на земле. И наши ожидания в нашей вере они будут приводить к большим переменам. Продолжение следует...